Друзья, всем привет! С вами Будда Гришна. Сегодня стало известно, что рэпер с носком, вы помните, он носок себе на причинное место одел, с шабаша Ивлеевой, с так называемой голой вечеринкой, но это натуральный шабаш с моей точки зрения был. Как советник министра обороны бывшего сказал Ильницкий, что это ментальная агрессия против России, вот эта вечеринка. И вы знаете, вот этот рэпер, наверняка вы помните, что он понес наказание за вот эту вот выходку свою, его арестовали на какое-то количество суток, не важно там в принципе, на какое. Суть в том, что после этого ему вручили повестку в армию, показывали, как его там брили, как его подготавливали, рэпер Васио идет, так сказать, в армию и так далее. Сегодня стало известно, что он сбежал в Америку, повестка у него была на 13 мая, на вчерашний день. Он сбежал в Америку. Значит, люди недоумевают, в СМИ пишут, что об этом рассказала его подруга, что смысл его действий непонятен, что нужно было вкладываться дальше в свое развитие, чего он не делал. Ну а сейчас он наживет себе проблем, скажем так, больше, нежели, чем если бы он сходил в эту армию. И вернувшись, очевидно, мог бы совершенно спокойно заниматься дальше своим делом. Музыкой там не знали, чем еще, или носки одевать на причины, места ходить, дальше находиться под арестом. Вы знаете, друзья, я предполагаю, я не утверждаю, я предполагаю, тут же отмылись все. И Ивлея вот на фоне иконы дала интервью, вот, и в Америку вот этот рэпер в Америку попал. Там много говорили о том, кто стоял за организацией, какая компания там проводила какие-то промо-акции, не промо-акции, возможно, о своих видеохостингах там или еще чего-то. Поэтому там все тоже очень такое темное дело. Ивлеева это, или по заказу кого-то, или что-то еще. Поэтому единственный, кто, самого молодого, самый молодой, который в Наске был, вот единственный, кто, собственно, понес какую-то ответственность, что его арестовали. Ну и как бы, что в армию там это. Самое интересное, что в тот момент, на самом деле, люди, конечно, были, общество было разогрето. И вот эта новость, что участник, так сказать, который в Наске ходил, его отправят в армию, людей не то, что успокоило, но какое-то ощущение некой справедливости, да, что этих отменили, этого в армию там и так далее. По итогу никого не отменили. Ивлеева показывает похабные выходки на НТВ в эфире, на что обратили внимание и Роман Голованов с телеканала «Спаса», и Яна Поплавская, замечательнейшая актриса. Да и я, собственно, снял об этом видео. Многие сняли. И вы знаете, Киркоров, Примадонн, кто там еще? Все, все абсолютно. И теперь и рэпер Васю от армии просто бежал в Америку. Как он это сделал? Ну, не думаю, что у молодого парня есть достаточно большое количество капитала, потому что я знать не знаю, кто он такой, на самом деле, для того, чтобы осесть там еще. И я так предполагаю, что, конечно, не без помощи кого-то. Не без помощи кого-то. Может быть, это Ивлеева, может быть, я не утверждаю. Может быть, это еще кто-то помог ему, скажем так, уехать туда. Но, тем не менее, тогда, когда общество разогрето, было так сделано. Сейчас все совершенно иначе. И единственный, кто, как общество считало, отправиться в армию, и только говорили, ну, самого молодого взяли, всех остальных отменили. Ну, ладно, мол, того, что хоть так. И он уехал в Америку. Ну, что здесь сказать? Что здесь сказать? Еще раз скажу, друзья, ситуация меняется, но, наблюдая за перестановками, кадровыми перестановками, могу сказать, что есть либерально настроенные люди. Есть вот люди, которые действительно видно, что они стараются для России, за Россию. Они, есть люди либерально настроенные, которые, скажем так, ну, не то, что курируют, но покровительствуют некоторым артистам, дружат с ними и, собственно, помогают вот в таких ситуациях. Хотя, еще раз скажу, я считаю, такого быть не должно, потому что, потому что просто не должно и все. Друзья, что вы думаете на сей счет? Пишите в комментариях. И вот я хотел сказать, ситуация, она меняется, она меняется в какой-то степени, и она не может измениться одномоментно. Понятно, что сейчас на повестке дня совсем не артисты стоят, а более важные вещи, чем там артисты. Но, вы понимаете, это часть культуры, которая формирует, в общем-то говоря, мировоззрение и подрастающие поколения в том числе. И вообще общую такую погоду тоже делает в стране. Поэтому в данном случае, конечно, я считаю, что это аморальная абсолютно вечеринка, которая прошла, а после нее были и другие. Это должно остаться в прошлом, а участники должны исключены быть из медиапространства навсегда. Ну, а рэпер Васил этот должен, я считаю, не иметь возможности вернуться больше никогда сюда. Но я думаю, что его должны, наверное, объявить в розыск, если он не явился в повестке. Друзья, что вы думаете, значит, еще отпишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Друзья, еще раз повторюсь. Подписывайтесь на мой второй канал. Будда Гришна новости в Телеграм. Это официальный мой канал, резервный канал. Там выходят видео уже некоторые, которых здесь нет. На более интересные темы. Миграция, коррупция, внешняя, внутренняя политика, кадровые перестановления. Перестановки, перестановки в Минобороны. То, что сейчас на слуху. И так далее, и так далее. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста. Канал Будда Гришна новости. Мой второй канал в Телеграме. Там больше всего буду слова. Там можно говорить открыто на те темы, которые здесь открыто обсуждать невозможно. Друзья, также приглашаю вас на свой сайт. Будда Гришна точка ком для бизнесменов и предпринимателей. Если вы не хотите, чтобы десятки тысяч клиентов проходили мимо вас, которые сегодня могли стать вашими. Посмотрите мое видеообращение на сайте. Заинтересует? Пишите. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok